Анна Дитектив, второй сезон, продолжение исторического детективного мистического сериала производства компании Star Media. 1894 год. Провинциальный Затонск словно погружен в бремоту, жители городка после зловещих событий успокоились и продолжают мирное существование, ведь уже пять лет здесь ничего не происходит. Анна Миронова лишилась дара общения с духами. Она пытается жить обычной жизнью, вот только уговорить ее выйти замуж у родителей пока не получается. Впрочем, среди ее поклонников есть один, который питает надеждой и, быть может, не совсем без оснований, однако этот безмятежный, почти идеальный мир исчезает без следа, когда само зло опускается на Затонск, и жестокие убийства снова сотрясают город. Анна, утратившая свой дар, пытается противостоять силам зла, используя другие способы. Но сначала в городе появится тот, о ком почти все здесь забыли. Яков Платонович Штольман уже подъезжает к Затонску. Ему придется многое рассказать и, увы, до поры до времени о многом молчать, Анна и Штольман объединяются, чтобы дать отпор преступникам. Но удастся ли им воскресить свою любовь и обрести счастье? Содержание серий. Первая серия, лед, 1894 год. Затонск словно погружен в дремоту, уже пять лет здесь ничего не происходит. Анна Миронова утратила дар общения с духами. Она пытается жить обычной жизнью, вот только уговорить ее выйти замуж у родителей пока не получается. Однако скоро безмятежной жизни Затонска придет конец. Само зло опускается на город. Чтобы противостоять ему, надо разгадать причину его появления. Но сначала в городе появится тот, о ком почти все здесь забыли. Яков Платонович Штольман уже подъезжает к Затонску. Вторая серия, лед. Встреча Анны и Штольмана после долгих лет разлуки становится большим испытанием для обоих. Случилось то, о чем Анна так страстно мечтала, но совсем не так, как она ждала. А вслед за этим потрясением Анну ждет еще одно. Впервые за пять лет девушка видит дух убитого человека, и это ее близкая подруга и покровительница. В руках у нее куски льда. Анне предстоит выяснить, как связана ее смерть с другим убийством, которое расследует Штольман. Третья серия, девушка в белом. Красавицу Анфису Лужину находят застреленной в парке неподалеку от усадьбы Мироновых. Она служила горничной у нового соседа Мироновых, владельца бывшего дома князя Разумовского. Господин Клюев, человек с необычным прошлым. Имеют ли отношения скелеты в его шкафу к смерти девушки? О чем молчит ее мать? Четвертая серия, девушка в белом. После похорон Анфисы Коробейников узнает важную тайну, которая переворачивает ход расследования. Знакомство Анны с Андреем Клюевым становится началом дружбы, которая может перерасти в нечто большее, молодой сосед явно увлечен. Яков Платонович, опасаясь потерять Анну навсегда, соглашается ответить на вопрос о том, что произошло с ним за минувшие пять лет. Пятая серия, Мумия, молодой наследник эксцентричного затонского помещика Аристархова распродает на аукционе его коллекцию египетских древностей. Самый ценный лот – Мумия Анубиса, которую собирается купить известный египтолог Голенищев. Во время торгов Анну посещает страшное видение.